Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. Козерог, 22 декабря, 20 января. В этот период проявите заботу о коленях, зубах, опорно-двигательном аппарате. Январь месяц, январь зимы государь, второй месяц зимы и первый месяц нового года. Длиннее и светлее становятся дни, солнце становится ярче, встает раньше, небо окажется выше, не декабрьская сыровато-синяя, а бездонная голубовато-синяя. За эту особенность январского дня в Древней Руси этот месяц называли Просинец. В январе были самые сильные холода и самые веселые праздники – Новый год, Рождество, Старый Новый год, Крещение. С каждым из этих праздничных дней связано множество народных примет и поверий. 1 января – День Ванифатия. Святой известен как целитель от пьянства. Родом он был из Тускийской области в Италии. С детства отличался любовью к нищим. Когда ему приходилось увидеть кого-нибудь раздетым, он снимал с себя одежду и одевал ею на голову. Был поставлен епископом в городе Ферентини. Однажды скоморох помешал ему помолиться перед трапезой. Это рассердило Ванифатия. Он сказал, что этот человек уже мертв. На следующий день большой камень упал на этого скомороха и придавил насмерть. Первый день Нового года традиционно не работали, так как считалось, что потом весь год пройдет в тяжелом труде. Если в этот день были торги, то первому покупателю делали скидку. Потому как считали, что почин в торговле дорогого стоит и определяет комический успех на весь год вперед. Было принято считать, что чем дольше простоит в доме новогодняя елка, тем лучше. Новый год рекомендовалось встречать только в новой одежде. Обязательно поклониться родной земле и вспомнить за праздничным столом всех тех защитников, положивших жизнь, знал бы о получии родной земли. Новый год – одно из главных событий в жизни крестьянина. По первым 12 дням Нового года судили, какая погода будет в 12 месяцах. Более того, знающие люди обращали внимание на настроение каждого дня и примечали, в какие месяцы надо ждать хороших известий, а в какие плохие. Приметы. Погода сегодня позволяла определить, каким будет первый день лета – теплым или холодным. Если на Новый год небо звездное – к урожаю. В Новый год звезд густо – к урожаю ягод. Не стоит выносить мусор сегодня, чтобы не навлечь беду. Встречать Новый год следует в новой одежде. До Нового года надо раздать все долги и завершить все дела. Это позволит начать что-то новое с чистого листа и добиться успеха в задуманном. Если 1 января на деревьях иней год будет благополучным для проведения сельскохозяйственных работ. Если новогодняя ночь лунная – ждите обилие урожая, гороха, чечевицы и бобовых культур. Синички чирикают к холоду. Мы в гостях у Надежды. Доброго здоровья, Надежда. Доброго здоровья, Геннадий Петрович. Как вы завтракаете, Надя? Завтракаю обычно творогом. Обычно творогом. Иногда творогом с медом, либо творогом с орехами. Творогом с орехами. Делайте такую своеобразную смесь. Ну что, завтрак действительно очень хороший, хотя орехи с творогом не совсем сочетаются, но тем не менее это делать можно. А как вы смотрите насчет того, чтобы творожный этот завтрак сделать более целебным? Смотрю с большим удовольствием и интересом, потому что, кстати, заметила, если может быть он будет более энергетический, потому что часто после завтрака хожу в спортклуб и часто не хватает сил. И мне кажется, что может быть как раз потому, что чего-то не хватает в моем завтраке. Я думаю, что завтрак этот можно действительно сделать как и целебным, так и энергетическим. В качестве одного из основных элементов мы с вами возьмем проросшую пшеничку. Вот она как раз, проросшая пшеничка. Значит, достаточно горточки будет. Основное у нас блюдо для приготовления или там кастрюля, как обычно говорят, да, это будет у нас блендер. Вот, теперь мы с вами берем творожок. Какой жирности ты любишь творожок? А я творог сама делаю. Покупаю кефир и молоко, 2% жирности, и просто на маленьком огне довожу до состояния творога. Мы с тобой сделаем целебный завтрак, который будет и энергетичен, и по многим иным параметрам помогать тебе в жизни и многим другим молодым людям. Будет ли он вкусным? Ну, вот как раз об этом мы поговорим. Сейчас мы это сделаем, и ты оценишь, а будет ли он действительно вкусным или нет. Итак, мы берем проросшую пшеницу. Это как раз основной компонент нашего блюда, потому что именно он дает обилие витаминов для того, чтобы человек был красив. Женщина любая хочет быть красивой. Волосы, ногти, кожа, чтобы глаза блестели. Для этого нужно обилие витаминов. А где их взять? Пью витамины, обычно. Пью витамины. Оказывается, если витамины синтетические, то они особо не помогают. Как некоторые говорят, от них моча становится красивая. А вот если мы используем натуральные витамины, и причем фактор роста, который есть в проросшей пшенице, они сразу тебе добавляют жизнь. Видите проросшее зерно? Вот такое оно должно быть. Выключек примерно 1-2 миллиметра, не более. Витамины группы В ведут, а там их обилие, ведут как раз все жизненно важные процессы в организме, обмен веществ и так далее, чтобы организм работал как часы. Значит, клетчатка и микроэлементы, которые содержатся в оболочке, они, будем так говорить, заставляют работать наш кишечник идеально. Кишечник – это уже красота и мощь организма. Красота наружных кожных покровов, никаких ни притчика, ни будет ничего. И уставать не будешь. Теперь, далее мы с вами будем использовать в качестве белка для молодого организма. Нужен белочек. Надюша сама его делает, но мы тут как раз просто творожок у нас берем. Средние жирности. Содержит все аминокислоты, которые нужны растущему организму для обновления, чтобы ничто в организме не страдало. Так, для вкуса мы будем использовать мед. Ты любишь мед? Очень люблю мед. Как раз мы вкус будем регулировать. В качестве самой основной основы, в которой все находится и связывает, мы будем использовать ряженку. Вот. Далее. Нам не нужна лишняя вода в организме. Поэтому мы будем использовать петрушечку, укроп. Вообще петрушка, укроп, они снабжают наш организм, ну, многими жизненно важными элементами. И делают наш напиток, завтрак более целебным. И, наконец-таки, а вот это что такое, Надя? Имбирь. Имбирь. А зачем? Кстати, тоже очень люблю. Обычно в чай, правда, добавляю. В чай. А зачем он нужен нам, имбирь? Для вкуса. Для вкуса. Для тепла. Вот. Оказывается, он нужен в основном для тепла. Имбирь мы добавляем для того, чтобы наш продукт приобрел такие особо целебные свойства и, можно сказать, горячительные. Имбирь – продукт, который возбуждает аппетит, усилит теплотворные способности организма. И он подавляет различные бактерии. И вообще в эту погоду, в сырую, холодную, он способствует тому, что вытесняет цирроз и холод из организма. И вы, выпив такой напиток с имбирем, будете чувствовать себя намного комфортнее, нежели без него. Как ты думаешь, что только хватит нам? Мне кажется, мало. Мало? В чай кладу обычно больше. Больше. Сколько ты кладешь? Два таких? Вот и еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. А с кожурой класть? Да. Главное – хорошенько помыть. Хороший какой запах. Да? Ага. Все. Докторим сюда. Положили. Теперь мы добавляем… Сколько ты творожка любишь ложить? Ну, ложечки две. Ложечки две. Мы с тобой положим 100 граммов. Так как это мы делаем, ну, будем говорить, на всю семью. Особенно, если семья молодая, муж и жена, то как раз необходимо 100 граммов. Отлично. Вот такую порцию. Опа, положили. Далее мы с вами… А, уже слюнки побежали. А у тебя как? Да. Тоже слюнки бегут. Далее мы с вами добавляем зелени. Зелени можно брать. Много, да? Много. Грубые все эти обламываем. Они нам не нужны. Ты столько зелени съедаешь за раз? Нет. А сколько ты съедаешь? Очень мало. Очень мало? Да, две веточки салата иногда кладешь. Две веточки салата кладешь. Оказывается, этого действительно нам мало. Нам надо гораздо больше. И если жевать их так напрямую, их не съешь. Зато в блендере мы их прекрасно съедим. Все. Теперь, значит, заливаем нашу ряженку. Залили. Вот. Проросшую пшеницу я уже сюда положил. И начинаем делать наш целебный завтрак. А мед мы будем добавлять по вкусу. Будем пробовать и добавлять, чтобы выйти на тот вкус, который нам нужен. Потому что если у нас имеются дети, то они любят сладенько. А он может получиться не такой сладкий. А, какой цвет получается. Ну вот процесс приготовления нашего целебного завтрака окончен. Но мы еще сюда не добавляли меда. Сначала попробуем, насколько по вкусу понравится нам. А потом добавим меда. Сначала попробуем без меда. Как он? На вкус. Итак. Заметила, что очень долго взбалтывали. Дело в том, прекрасно заметила. Дело в том, что проросшую пшеницу желательно измельчить. Чем она будет меньше, тем ее приятно пить. Поэтому как раз ставим на примерно на 2 минуты и перемалываем. А так можно гораздо все быстрее сделать. Но самое интересное, консистенция получилась. Видишь, одинаковая. Гладкая такая. Настала пора попробовать, что у нас получилось. А потом уже по вкусу добавим меда. Так. Что у нас получилось? Очень вкусно. И кисленький. И кисленький. И кисленький. Ага. Седьмые лунные сутки. Окружающее нас пространство меняется каждые лунные сутки. Открывая пытливому, целеустремленному человеку все новые, и новые возможности. Работать со стихиями и духами природы. Остерегайтесь сегодня произносить ненужные слова. И не рвите бумагу. Вообще сегодня меньше говорите. И ни в коем случае не врите. Вас сегодня слышат и могут исполнить ваши желания. Поэтому проявите должное уважение и разум. Тем более, что сегодня вас могут провоцировать на плохие поступки, чтобы отнять эту удивительную возможность. Сегодня не рвите зубы и обязательно потренируйте руки. Восьмые лунные сутки. Сегодня мощные, аналитические лунные сутки, которые усиливают биохимические реакции в организме. Поэтому их так и назвали огонь. Чтобы эффект от огненной работы был больше, рекомендуется меньше есть, а лучше поголодать. В противном случае эта энергия потратится на расщепление пищи, а не на обновление и укрепление организма. Энергетика сегодняшнего дня позволяет составлять уникальные травяные сборы. Под действием огненной энергии происходит лучшее соединение лекарственных веществ в целебные комбинации. Что касается нравственных рекомендаций, то сегодня хорошо покаяться в содеянных грехах и простить своих обидчиков. Можно очищать помещение пламенем свечи.